30-летняя девушка попала под колеса Лады Калины сегодня утром на улице Залесная. Автомобиль сбил пешехода прямо на переходе. Остановиться машина смогла только через несколько десятков метров, врезавшись в забор. Как признался 38-летний водитель, человека он не видел. Так же, как и сигнал светофора, который горел ему в тот момент. Нафиса Минязова была на месте происшествия. Искореженная машина следы крови ни одного очевидца. Рано утром на регулируемом пешеходном переходе на улице Залесная 30-летнюю девушку сбила Лада Калина. Водитель автомобиля Лада Калина сбивает девушку вот на этом регулируемом пешеходном переходе. Но останавливается не сразу. Он проезжает еще буквально 30 метров и врезается в забор. По словам полицейских, потерпевший на тот момент находился на капоте автомобилей. Только после того, как машина влетела в ограждение, девушка упала на землю. Она получила переломы таза, ребер и ушиб головного мозга. Пострадавшую девушку госпитализировали. Сейчас она находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Водитель пояснил, что проезжая регулируемый пешеходный переход, осветило солнце. И поэтому он не видел, на какой сигнал стафора он проезжает. То есть, получается, фактически человек он там не видел, да? Совершенно верно. К слову, в эти дни в Казани проводятся акции «Внимание пешеход». По задумке она должна повысить внимательность у всех участников дорожного движения. В настоящее время в городе Казани проходит операция «Внимание пешеход». Контролируется сотрудниками госавтоинспекции как водителя, так и пешехода. Прошу быть очень внимательными при переходе проезжей части. Выезжал ли водитель на запрещающий сигнал светофора, или же девушка сама нарушила правила, сейчас предстоит разобраться автоинспектором. Ситуация осложняет отсутствие камер наблюдения на этом участке и свидетелей происшествия. Ответственность, которую понесет автомобилист, кроме всего, будет зависеть и от тяжести травм полученных пострадавшей. Нафиса Минязова, Адель Мулахметов, Вызов 112.